Впрочем, что там какие-то насекомые? Под пребывающей гигантской плотине водой исчезали навсегда 130 тысяч гектаров полей и пазбищ. Участок железной дороги вместе с мостом через Ангару 238 больших и малых селений. А среди них и сам Старый Братск. Знали, что надо. Надо переехать. Вот такие были убеждения. Может быть, один человек, одна старушка, бабушка, значит, не соглашалась с этим и говорила, и говорили, бабушка, да вот скоро затопит, вот уже перемычку строит. Она говорила, Господь не допустит никакой перемычки. Дома те, что покрепче да поновее, прямо так и перевозили. Целиком подкладывая вниз бревна катки, таща грузовиком. А Старые Ветхие оставалось только сжигать. В последнюю очередь эта картина напомнит о наступающем веке НТР. научно-технической революции. В зоне затопления оказалось еще и 40 миллионов кубометров прекрасного леса. Весь его не свели, просто не успели. Оставшиеся деревья так и высятся над водой зыбкими мертвыми рощами. Когда проезжаю, примерно представляю, что тут было, какие тут острова, вот наша деревня, она была, стояла тут на Косогоре, на таком, на высоком. Вот все это в глазах и не уходит, конечно, она останется. И жалко, конечно, все это воспоминания. Это вот родной дом, места свои, где играли, все, что делали. Потом в войну пахали, сеяли, помогали все это делать. А сейчас это все под водой. Я очень хорошо запомнил момент, когда закрывали донные отверстия. То есть море начинало расти. Это рождение моря. И я помню, смотрел на лица, и у некоторых слезы текли. Мы вот мечтали об этом, и мы сделали. Понимаете? Причем цель-то огромная – дать энергию там, вот когда лэп мы закончили, дать, ну, пустить гидростанцию величайшую в мире. Житель одной из затопленных деревень, уроженец, ушедший на дно Братского моря усть Уды, Распутин Валентин Григорьевич написал книжку. Называется «Прощание с матерой». Дети! Дети! Попрощаемся с родной деревней! Три, четыре! Матера, прощай! Эвакуация жителей Старого Братска закончилась 29 августа 1961 года. 1 сентября стало днем рождения Братского моря. Эй! Эй! Забыли! Эй! Забыли! 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 Когда это самое вышло «Прощание с матерой», конечно, это был такой психологический удар. Хотя бы вместе с Распутиным там в каком-то лид-объединении занимались в Иркутске, и отношения у нас были хорошие. Вот. И вдруг это прощание с матерой, конечно, оно заставило нас вздрогнуть и подумать о том, что мы делаем. Спасибо.